На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. Какие новые объекты благоустройства появятся в Нефтьюганске? Это зависит от жителей. Департамент ЖКХ начал прием предложений по улучшению общественных территорий, которые пройдет в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Площадки для голосования открылись сразу в пяти городских учреждениях. Оставить свое предложение или выбрать готовый проект, который больше понравился. Уже сегодня нефтьюганцы начали подключаться к большому общественному голосованию. Выбираем одну городскую территорию, которую стоит благоустроить в этом году. Вот это мне очень хочется. Галочкой? Да, просто галочку. Вот это тоже? Нет, один проект, который вам более кажется важным на данный момент. Такие стенды и урны разместили в пяти учреждениях города. Оставить свои пожелания можно в Центре национальных культур, библиотеке, жемчужине Югры, Олимпе, а также в культурном центре ОПИ. Прием предложений продлится до 9 февраля. Они должны именно выразить, скажем так, свои пожелания. Написать, ну, конечно, свои предложения надо как-то более предметно, чтобы было ясно и понятно. По завершении 9 февраля мы соберемся вместе с общественной нашей комиссии, с общественностью. Подведем итоги и посмотрим, какие предложения поступили. Дальше сформируют перечень проектов и подготовят бюллетень. Получить свои избирательные листы горожане смогут 18 марта. Добровольное голосование организуют на всех участках, где будут проходить выборы президента. Победивший проект, если он будет полностью разработан, появится в Нефтеюганске уже в этом году. Какой цвет фасада выбрали для детского сада «Лукоморье» и почему строители многоэтажек предлагают вводить дома без мусоропроводов? В администрации Нефтеюганска прошло заседание градостроительной комиссии. Вот все три варианта. Материал керамогранит. Первый вопрос повестки – выбрать один из трех вариантов цветового решения фасада для детского сада «Лукоморье». Живенький и интересный сам по себе. Все-таки у нас север. Хотел бы, чтобы зелень-то побольше было. Второй вариант, если мы посмотрим, все-таки холодный такой. С применением синего, да, там цвета есть? Да, да, да. А низ вообще голубой. Ну а третий, ну, прочноватый. В итоге вопрос с материалом фасада оставили для дальнейшего рассмотрения. Керамогранит представители комиссии считают не самым подходящим для детского сада, слишком хрупкий. А вот с цветом пришли к единому мнению. За первый вариант цветового решения отделки фасада детского сада номер 6 «Лукоморье» в пятом микрорайоне города Нефтьюганска. А вот фасад многоквартирника в одиннадцатом микрорайоне общим решением будет в желто-голубой гамме. Особое внимание комиссии на территории вокруг будущего дома. Здесь должно быть достаточно места для детской площадки и парковки. Расчет количества парковочных мест, необходимых для размещения открытых автостоянок с учетом размещения в первых этажах общественных помещений, соблюден. Кроме того, строители призвали задуматься о метраже квартир. Однушка в 40 квадратов – это, конечно, просторно, но при расселении аварийного фонда муниципалитет навряд ли купит такую квартиру. У нас очереди стоят, потому что очень часто сталкиваемся с тем, что граждан не готовы платить, уходить в оплату вот этой разницы между той квартирой, которая в наличии есть, и той квартирой, которая сдается. Запрос в комиссию по строительству жилого дома в дачном кооперативе «Мечта» решено отклонить у земли сельхозназначение, плюс здесь санитарно-защитная зона для приведения инженерных сетей. Последний пункт повестки – строители многоэтажек в третьем и одиннадцатом микрорайоне предлагают отказаться от мусоропровода. Мотивация – в доме не будет грызунов, фактов горения мусора. Стоит иметь в виду и федеральные тренды. Где раздельный сбор мусора? Его организовать при нынешней системе мусороудаления через мусоропроводы невозможно. Ответ комиссии обещала дать позднее. Необходимо детально изучить не только действующие законы, но и те, которые должны вступить в силу в ближайшее время. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Не сижу в декрете. Проект для молодых мам «Нефтьюганска» получил грант на всероссийском конкурсе. Сейчас организатор сообщества Анастасия Кострова подыскивает помещение, где можно обустроить свою игровую комнату и зал для занятий с мамами, которые состоят в группе. Кроме того, Анастасия подготовила еще один проект на получение гранта. В планах организовать в новом помещении рабочие места для девушек в декрете. Не сидеть в декрете, объединиться, общаться, встречаться и обмениваться полезной информацией, предложила молодым мамам «Нефтьюганска» Анастасия Кострова. Она создала группу ВКонтакте и пригласила туда всех желающих. Теперь каждые две недели они собираются вместе, регулярно с участием специалистов разного профиля. Мы ходили на специалистов медицинского профиля, по страхованию, по росту женщины как в бизнесе, как в личностном плане. На каждую встречу приглашаются разные специалисты разного профиля. И нам вот это нравится, что дети могут общаться, а мамы что-то из всего этого выносят из себя. Помимо встреч со спикерами, девушки посещают тренажерный зал, занятия зумбы, устраивают чаепитие. Почти всегда с собой берут детей. Конечно, все это не бесплатно, но и недорого. В среднем 150-300 рублей за встречу. Ну, наверное, хотелось бы чем-то заняться, чтобы не просто дома сидеть, а как-то и руки свои применить. Мозг тоже, чтобы работал. Говорят же, девушки в декрете. Расслабляются немного. Хотелось бы, да, чем-то заняться. Правда, есть одно неудобство. Своего помещения у сообщества пока нет. Везде приходится проситься. Поэтому Настя написала проект и выиграла федеральный грант в 200 тысяч. Один из очень хороших вариантов – это Центр молодежных инициатив. Они сейчас нас уже поддерживают в том плане, что они нам предоставляли безвозмездную комнату для занятий по зумбе. Поэтому мы могли каждую неделю собираться, танцевать. Там такой очень хороший зал. И было бы здорово, конечно, если бы мы там и остались. Кроме того, в планах Анастасии заявиться с еще одним проектом. Он уже готов. Это организация каворкинга. Для молодых мам сейчас это очень актуально. Это заключается в том, чтобы определенное помещение мы обустроили как рабочие места. То есть, ну, в связи с тем, что сейчас очень сильно сократили пособие по уходу за ребенком от полутора, до конца декрета никто не сидит. И мамы просто вынуждены в полтора года, в год отдавать своих детей в садики, бабушкам. Ну, это очень печально, мне кажется, потому что, ну, все-таки хочется наблюдать за тем, как растет твой ребенок. И, ну, у мамочек нет такой возможности, потому что ипотеки, и это нужно выплачивать. Если все получится, мамы смогут предоставлять свои услуги. Например, бухгалтерские, парикмахерские, наращивание ресниц, делать маникюр. В одной комнате будут работать, а рядом в игровой детки будут под присмотром. Той же мамы-воспитателя. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». За парты могут сесть мамы и папы. Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей» пройдет в этом году, 20 февраля. Желающим поучаствовать, нужно предварительно обратиться в департамент образования с заявлением. Напомним, акция проходит в России уже во второй раз. В прошлом году около 20 взрослых нефтеюганцев решили испытать особенности сдачи тестов. Причем, как заявляют в департаменте образования, большинство показали высокие результаты. Некоторые мамы и папы даже набрали более 80 баллов. Такой оценке могут позавидовать и сами школьники. Основная цель такого ЕГЭ – снять напряжение у родителей и выпускников. Вся процедура полностью повторяет реальный экзамен. От заполнения бланков и изъятия телефонов в аудитории до получения своих результатов. В это воскресенье во всем мире пройдет день без интернета. Это главная цель даты – полностью отличь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день. По данным исследований, ежедневно человек проводит около 4 часов своего времени онлайн. О том, реально ли в наши дни жить без интернета, выясняла Виктория Дрягина. Кажется, что без интернета невозможно представить свою жизнь. Именно его считают изобретением всех веков и народов. Но, как известно, у медали две стороны. И именно в честь интернета создали специальный день, который призван обратить внимание людей на проблему привыкания к нему. Все? Записали? Хэштег «Любимая работа», хэштег «Вордхард». По данным исследований, ежедневно среднестатистический россиянин проводит онлайн «Только вслушайтесь» 237 минут. Это почти целые сутки в неделю или два месяца в год без перерыва на сон. Эта статистика затрагивает в основном взрослое население. Тем временем, стараясь избежать тенденции, родители пытаются ограничить доступ детей в интернет. Маша Лойсенко 12 лет. Говорит, что иногда выполнять домашние задания помогает интернет. Чтобы сосредоточиться, выключает телефон или вообще убирает его подальше. Интернет мне приносит пользу в том, что я могу найти ответы на домашние задания, когда я с ним не справляюсь. Я могу найти разные мастер-классы. Но мои родители думают, что скоро я испорчу себе зрение и буду носить очки постоянно. Они пытаются ограничивать меня от этого. Только за прошедший год аудитория интернета в России увеличилась еще на 3 миллиона пользователей. Теперь она составляет 87 миллионов. Главная тенденция – вдвое больше россиян стали выходить в интернет с мобильных телефонов. Но если его не касаться свободной от работы и учебы время, то на что его можно потратить? Я с друзьями буду время все равно проводить, но как-то будет кругозор поменьше. Буду меньше о событиях знать. Тренировки, природа, развлекаловки всякие разные. Можно чем угодно занять время свое. Почему бы не пройтись по улице, не погулять, не подышать свежим воздухом? Тем более, когда такая погода, солнечно, тепло. Могут гости к друзьям зайти, у них что-нибудь интересное в игры настольное и поиграть. Буду со мной развиваться, читать книги. Ну, скорее всего, буду проводить больше времени с друзьями, со своими. Заниматься творчеством, рисованием. Ну, в игры играть настольные с родителями будем. Ну, или во двор выйду погулять. Те, кто все же принимает вызов или, как сейчас говорят, челлендж, стараются провести 24 часа в сутки без интернета. Специалисты советуют в этот день заменить виртуальное общение на живое, съездить на природу или хотя бы просто прогуляться по родным улицам. Виктория Дрягина, Валентин Саблин, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». А сейчас не переключайтесь. Через минуту в нашей студии появится майор, которого знают многие юганские подростки. Это начальник отделения по делам несовершеннолетних. Он расскажет про вредные увлечения школьников и про то, как родители могут бороться с этой опасной модой. Звоните 25 14 05. Субтитры создавал DimaTorzok